Чтобы мои лекции были построены в идеологической форме, то есть если у кого-то возникает вопрос, не нужно его как-то так замалчивать, обдумывать самостоятельно, а можно написать его либо на бумажке, либо просто поднять руку и его затопить. Я хочу, чтобы те, кто понимает, по-русски подняли руки, чтобы я могла понять, насколько я могу... Не так уж мало. А, понятно. Хорошо. Тогда я примерно расскажу о том плане лекции, который у меня пока сложился, но так как тем, которыми я занималась за мою уже достаточно продолжительную жизнь много, я могу этот план корректировать, менять и говорить о чем-то другом, что нужно быть вам более интересным. Тут уж там, как и лево, не говори, что рыбкам все, как и лево, не говори, что рыбкам все, как и лево, но это два раза. Мне сначала было сказано о том, что хорошо бы поговорить про возрастные особенности ребенка, а этим вопросом я занималась достаточно долго. И даже вот в соавторстве вышла такая книжечка, которая является в России бестселлером, то есть ее как-то сразу раскупили. У меня сейчас остались несколько последних экземпляров, а так, в принципе, ее нет. Я даже не знаю, что у нас есть больше, а потом появилась команда. Она также особенная, которая была Dobrikом. Вот тут есть лево, что происходит с Венемой экспресс-селлером. Вот эта лево в шестую плам million, она выгнал сейчас и было много экземпляров. И теперь gradually оно было полезно, что из Венеми, как было还но, который был дикат. В процессе нашего общения и обсуждения темы семинара еще возник интерес к педагогике Зиньковского, о котором я тоже немножко тогда расскажу. Возник вопрос, как можно связать какие-то теории Лоского с православной педагогикой. И теории есть реальные ориентирования, и здесь у нас есть профессор Василий Сенковский и профессор Владимир Лоский, которые присоединяются. Еще был задан вопрос в моем отношении к химии Рубикона, то есть кризиса 9-го года жизни, который, вообще говоря, возник в вальдорфских школах. Вы, наверное, знаете, что они в своем основании имеют философию, разработанную Штальником. Я рада, почему с вами выставила, что в 2008-го года в Кризисе, когда вы были в кризисе вальдорфских школах, которые говорят, что Рутен Штайнер, ориентированную кризису. Я тоже немножечко об этом скажу. А потом я буду говорить о том, чем я занималась сама непосредственно, то, что я нашла в процессе своей достаточно длинной педагогической. Жизни. Я с ней рада, и мы говорим, что селестная педагогическая миссия, а у вас там, как бы, пить какой-то кокол, если то и все. Во-первых, я скажу о том, как формируется мышление ребенка. Потому что у формирования мышления ребенка есть свои чуткие законы. А потом я планирую рассказать о задачах духовного воспитания, которые имеет каждый год от человека. А потом, если у меня останется время, так как, в общем-то, время все-таки уже обозначено и не безгранично, то, может быть, я порассказываю, как вот в свете этих задач раскрываются такие вопросы, как становление воли, как понятие христианского креста, несение креста проходит через эти возраста и связано с этими духовными задачами. А еще я планирую, и это будет даже в начале моих лекций, поговорить о славесной и визуальной культуре. Педагогическое в том числе, которое вот в настоящее время на самом деле очень сильно изменяется, но часто люди этого не замечают и не дают в себе отчета, что вообще говоря, в усвоении учеников совершенно меняется и стиль преподавания, и стиль восприятия и так далее. И начну я как раз немножечко, сделав шаг вот в сторону именно этой темы. Ваша школа, если я не ошибаюсь, носит имя Иоанна Богослова. И вот если вы вспомните Евангелие от, написанное как раз Иоанном Богословом, Евангелие от Иоанна, то начало его будет, можете вспомнить по-эстонски или по-русски, но звучит оно так, начало было слово. И слово было у Бога, и Бог был слово. И чтобы понять, что вложено в эти предложения, нужно очень четко представить, что слово, о котором там говорится, ну понятно, мы знаем, что слово там обозначен сам Сын Божий, но с другой стороны, слово это то, что мы постоянно употребляем, мы постоянно апеллируем словами, чтобы выразить какую-то нашу мысль, чтобы пообщаться с кем-то. И вот чтобы хоть чуточку внутренне прикоснуться к тому, что содержится в этих словах, с которых начинается Евангелие от Иоанна, мы должны понять, что слово, о котором идет речь, в каком-то смысле, синоминично, смыслу, является в каком-то плане смыслу. То есть это слово, которое не просто какая-то вибрация, которую мы сдаем, используя наши органы речи, а это в первую очередь смысл, который лежит действительно в основании всего мира. И на самом деле, вообще говоря, процесс обучения, в этом плане я могу сказать, что вы удивительным образом подобрали название для своей школы, потому что именно Иоанн Богослов написал такое наиболее духовное, наиболее наполненное смыслами Евангелие, и фактически можно сказать, что он задает парадигму христианского обучения, то есть обращение к слову как к смыслу. И нужно сказать, что таковы вот, можно сказать, благоговейное отношение к слову, оно свойственно практически всем древним культурам. Даже вот если вспомнить, видимо, близкие к эстонцам, Эппа Скалевала, ну я насколько знаю, есть глубинная связь между финской и эстонской культурой, то если вы помните, там были герои, и вот когда эти герои говорили, то все, о чем они говорили, происходило. То есть если, я сейчас не помню этих имен, Яхайлайнер, по-моему, говорила о том, что дерево превращается в лодку, вот оно действительно начинало превращаться в лодку и так далее. То есть слово это не было просто говорением, слово было воплощением в жизни, и действительно я имею в виду очень большое действие. Ja see Jumalast täidetud sõnadesse suhtuline on iselamulik kõikide liikseltele, kultuuridele, et ka meie ennase rahva, Eepos, Калевale, mäidivad, on selline, kus kõik ka see, mida sõnades väljendati, juhtus ka reaalsuses, et kui seal öeldi, et puu saagu paadiks või laevaks, siis see ka juhtus. Ja, et puu saab, et see sõnades ei haaks. И в отличие от этого сейчас слово kataстрофически теряет свою силу, то есть оно становится часто просто жаргонным, сленгом, оно становится тем, что не несет в себе практически ничего. Оно становится абсолютно пустым. И более того, слово вообще уходит из культуры, можно сказать, и так. И очень часто, так сказать, слово заменяет просто экран, в котором даже вместо слов посылают смайлики. И общение уже теряет свою глубину, но теряет глубину и возможность человеческая воспринимать Бога как Слово. То есть принципиально теряется возможность человеку обратиться в Бог, так как это обращение идет через использование слов, а слово уже теряет свое смысл. Meie päevi me oleme tunnistajateks katastroofilisele sõna vähe vähemelisele, seda, kuidas sõnad on muutunud žargooniks või millekski, mida kasutatakse väga kooletud. А вот здесь я сделаю перерыв в мою последовательном изложении, и перейду вот к теме Лоскова и Зенковского, потому что на самом деле эти мыслители связаны между собой, в своих каких-то идеях, и как раз то, что относится к православной педагогике, у Лоскова и у Зенковского, очень созвучны. Исiинте именно поikides, как и Санковский и Лосский, как и сõrnas, и я уыком, что это таков предсказительное. Я позволю себе цитировать, я понимаю, что цитата звучит трудно, даже если русский язык известен очень хорошо, но с другой стороны я не хочу искажать слов мыслителя, поэтому я записала, ну точнее, скопировала цитаты на компьютер, но я буду их пояснять для того, чтобы все-таки нам опять же не остаться в не смысл того, о чем говорится. Я скажу несколько вводных слов, почему вот то, что я сейчас буду цитировать из Лоскова, мне кажется, очень важный. Дело в том, что анализируя педагогические парадигмы в свое время, когда еще писала диссертацию по педагогике в Москве, я пришла к выводу, что парадигмы обучения менялись в процессе истории достаточно кардинально. Я думаю, что педагогические парадигмы, которые являются очень разные виды, но тем не менее ее можно выделить как отдельный парадигм, так как в ней фактически не было Христа и не было тем самым Бога в его истинном проявлении по отношению к человеку. В этом году, когда мы говорим, что это не было Христа и не было Христа, что это не было Христа. И вначале эта христианская педагогика была достаточно монолитной. И когда церкви еще не разделялись на восточную и западную, в общем-то принципы, которые существовали в христианской педагогике и на западе, и на востоке были одинаковыми. И педагогика, как раннего христианская педагогика, она фактически полностью принимается православными педагогами. Педагогика, как раннего христианская педагогика, она фактически неизвестна. И фактически все начало очень резко меняться после разделения церкви. И чтобы понять, что произошло и почему педагогика начала претерпевать изменения, мы, конечно, должны немножечко обратиться к мыслям того же Владимира Лоского, который как раз описал те изменения, которые произошли при разделении церкви. Педагогика, как раннего христианская педагогика, он фактически неизвестна. Лоский писал, что человек, созданный по образу, это лицо, способное постольку являть Богом, поскольку его природа дает себя пронизывать обожествляющую благодать. Лоский писал, что человек в своем высшем предназначении раскрывается. Когда человек раскрывается в благодати Божией, он действительно приобретает свое высшее человеческое достоинство, ему уготовленное. И человек действительно может быть обожен и может действительно в своей жизни, даже в своей земной жизни, являть образ Божий и стать подобным Богом. И это возможно обновленное подобное «кульпит»? Да мы хотим перенести свое право «кульпит». И опять же, как правило, мы можем выразить свое право «кульпит». И вот это , как разница, такая способность молитва. Однако после разделения церкви, когда католическая церковь приняла пелиоквы, нужно ли говорить пелиоквы, то есть, знаете ли, педагоги? Сейчас я тогда уже с помощью доски изображу. Сегодня, насколько я поняла, вы пели молитву веры, когда вы молились, да? Да? Мы знаем, очень наш, а ну, по крайней мере, в церкви… Ну, то есть, молитву веру вы знаете, да? И в принципе, мы только сейчас стали выголочены, и они как-то погасили на это период повышает. И, возможно, вы знаете, чем отличается католический символ веры от православного? Это миллиард более стерильным от католических веры, которые вы не знаете. Знаете? Хорошо, понятно. Хорошо. Итак, вот когда поется о святом духе, то вот в православном символе веры поется так, веру в духа святаго, Господа, и же от отца исходящего. В католическом варианте говорится о святом духе, что и же от отца, и сына исходящего. То есть сделана добавка из сына, которую, собственно, называются филиоукой. И вот, наверное, для обученного сознания кажется страну, но фактически вот эта догматичность. И ясно исходящего. И так же. И теперь я думаю, что это привело. Вы знаете, что существует три лица Святой Троицы. Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Святой Дух. Если сравнить достоинства этих лиц Святой Троицы, то как это достоинство можно сравнить друг по отношению к другу? Достоинство Бога Отца и достоинство Бога Отца, ну какой-то высший достоинство и достоинство Бога Святого Духа. Это вопрос. Достоинство Бога Отца и достоинство Бога Святой Троицы. Я не о функциях спрашиваю. Функция – это материал на не одну лекцию. А вот кто выше – Отец, Сын или Святой Дух? Но вообще говоря, согласно православному учению, лица Святой Троицы равны честны. Вот они все образуют единого Бога. Это представить человечеству, по-моему, просто невозможно. Но тем не менее эти лица равны честны и все они объединены в Святой Троицу и являют собой единого Бога. Такие догматические тайны, которые, конечно, мыслим на нас не возможно. И вот такие догматические тайны, которые, конечно, мыслим на нас не можем. И езда только, что Бог Святой Дух прилично исходит от Отца. Бог сын рождается от Отца, а между Богом Святым Духом и Богом Сыном нет никакого отношения, то есть неизвестно, как об этом неизвестно. И вот Святой Августин свое время решил, что эту асимметрию нужно дополнить, то есть какое-то отношение создать между Богом Сыном и Богом Святым Духом. И он решил, что Святой Дух исходит от Бога Отца и от Бога Сына. И фактически что получилось? Вот этот добавок, он и есть филиоква. Что получилось? Вот если до этого мы говорили, что лица Святой Трульца, равночестны, то что изменилось, когда произошла эта добавка в символ веры? Да, что лица Святой Трульца? То есть вот до этого все три лица Святой Трульцы были родночестны. Ага, пожалуйста. Да, это город, да. Это при Хавань Дехтина, искала эту скваданность. Это Дух Святой Трульца стал понижен. Принижен, да. То есть, понимаете, вот Бог Сын и Бог Отец, они первичны, они вот Бог, но не даром. Ведь если, так сказать, у короля Сын, то он тоже будущий король, у них достоинство одно и то же. А вот Святой Трульц, он как-то получился ниже, потому что вот он исходит от отца от Сын. И какое отношение это имеет к человеку? Дело в том, что человек-то, вот как я уже говорила сегодня, он, согласно догматическому богословию православному, может быть обожен. То есть вообще говоря, по благодати он может стать равным Богу. Но это обожение совершается с хождением на человека Святого Духа. А если святой Трульц принижен, если он ниже, этот святой соест, Тогда обожение быть не может. И фактически у педагогики уже появляется, должна быть найдена какая-то другая цель. Цель педагогики по-настоящему христианской, до разделения церквей, вообще говоря, была обожение человека. Но если обожение в принципе станет невозможным, значит тогда нужно искать какие-то зимные цели. И вот фактически у него возможности. Сейчас я процитирую, что он об этом писал. Учение Афелиокова, то есть ипостасного исхождения Духа Святого от Отца и Сына, как от единого начала, обретает свое точное и окончательное выражение Афелиоковой Духу в холастике. После соборов Леонского и Флорентийского уже невозможно было толковать латинскую формулу исхождения Духа Святого, как приличное проявление Божества. Поэтому римско-католическое богословие не могло уже принимать энергийных проявлений Троицы. Оно нанесло бы этим урон божественной прористости. В Троице больше не остается места и для энергии вне божественной сущности. Они только отварные эффекты, только акты воли, подобные акту сотворения. Западные богословы должны будут преподавать учения о тварном характере славы, о тварности всеосвящающей благодати. Они должны будут отказаться от обожжения, и в этом окажутся очень последовательные. Это первые плоды их при отобороте. Это первые плоды. 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 вторые плоды. первые плоды. первые плоды. первые плоды. Hmm. Jean, противarkes, первые плоды. З Sven, им Etwa Dora Je 여자. « Моя пранила в своем запрещенном мешке. Алькетиритик. Могу, как он видит рену? Библию. Библию. То вот уже Фома Аквинский носил в запрещенном мешке Библию и метафизику Аристофеля. То есть внимание уже переключилась от внимания в небо в земной полоске. И фактически оказавшись пустым святое место святости, потому что святости возможно только через обожение, через проникновение святого духа, а святой дух при ниже, было потеснено знание. То есть рядом со святости уже разместилось знание на том же святом месте. И пьер Абиляр, мыслитель как раз после разделения церквей, достаточно яркий и достаточно известный, уже пишет книгу «Да и нет», в которой анализируется высказывание различных святых. И показывается, что святые по одному и тому же вопросу высказывались по-разному. То есть фактически знание ставится выше святости. Понимаете, что происходит? Кир Абиляр. И что еще интересное, что именно после разделения церквей во всей западной группе вдруг как грибы начинают расти университеты. И это не было никогда в истории ни ду, ни ду, ни ду. И если мы вспомним, какими были эти университеты, мы поймем, что фактически университет был каким-то аналогом монастыря. То есть преподаватели обязательно давали обет безбрачия. Вот тот же Пьер Абиляр имел скандальную репутацию именно из-за того, что он нарушил обет целебата и соблазнил свою ученицу. За что его, не обязательно знать, брать эту женщину его кастрировали. Вот он совершил такой противоправный поступок именно потому, что в университетах была такая очень строгая дисциплина. Преподаватель должен был давать эти целебаты. Университеты, с этой стороны били первичные статусе, это то есть для специфика, но университеты на русский язык, зашедшим с вызовом в форме глиновиде JUST кладевших." И он был очень ярким месликим, но там, где Если они имеют важные значения, они не имеют значения. Одних знаний явно недостаточно для нравственности. И он был очень сильный опыт и большой пыль, но он исполняет себя правительством, что, где пыль и пыль, он исчезал. Что произошло дальше? Дальше, фактически, так как человек уже больше не мог быть обоженным к католическому миропониманию, то его достоинство по отношению к Богу и к церковной иерархии было понижено. И как это значит, что его пыхательство, это пыхательство, это начало все время вернуться к нам? Фактически каждый человек чувствует, что на самом деле он не пустой место. И вот эта неравновесие ощущалось людьми как некоторая ненормальность. И безусловно, даже не всегда понимая, что они искали, но люди искали какую-то возможность все-таки обрести эту утраченную равновесию. И я думаю, что это очень важный эпоха модернизма. Парадигму модернизма можно характеризовать как поиск человечества смыслов, которым можно было бы заменить свято. И начинает пик модернизм, эпоха, который исчезает, что человек искал что-то, что может возникнуть в рюхадус. Сюда входит и эпоха Возрождения, и эпоха Просвещения, когда уже в открытую знание объявили как единственную ценность. Эпоха войн. И фактически после всех этих поисков человечество вынуждено было заявить, что ценностей-то нет. Эпоха постмодернизма говорила, что ценностей-то нет. И фактически можно сказать, что эпоху модернизма можно резюмировать, это можно словами Ницше. Бог умер. А через полвека постмодернист Фуко очень закономерно формулирует тезис о том, что умер человек. Эти два тезиса очень связаны между собой, потому что человек как человек это все-таки образ Бога. И если умер, то умер, то умер человек. Эти два тезисы, которые в основном связаны с собой, потому что человек, когда Бог Богу, мастер-то, мастер-то, что он сжал, что он сжал, что он сжал. Но настоящий времен, постмодернизма педагогика получает все большие силы, и все сильные распространяется. И сегодня постмодернизм педагогика всегда сжал в омах. Это педагогика отказа от авторитетов, отказа от каких-то ценностей, от каких-то фундаментальных вещей, которые лежат в основе всего мироздания. Это педагогика, которая каждому предписывает, и те, кто умер проявления, которые он ухожен, несмотря на то, что он может быть еще другими людьми, и он не согласен с этим. Да, когда ты выбрал одния педагогику, и является именно православной педагогикой, и педагогика, которая... педагогика, которая субридельна, может быть названной сихастой педагогикой. Ja just sellisele postmodernistikule, kõike eitavale pedagogikale ongi alternatiiviks näiteks õigeosu pedagogika, mida võib teisi nimetada ka esukastikuks, pedagogikaks. Esukast, mis ongi see meie asja ilmune draamat, see on niisugune vaikuse või südame palvelisuse и педагогика. Интересно, что до сих пор такая вот исихадская школа существует на Афоне. Они обучаются мальчики в области, начинали лет с 14. И вот там действительно реализуются в полнате все те принципы, которые свойственны исихадской педагогике. Да, серийный холл Таняпейл эксистели пелааттасе саарел, see on икс Крейка холлсаар, где есть ухлес мулга плаусты. И здесь учатся поиси пелаттасе 14. элитов, и именно саарел, и саарел, и саарел, и саарел, и саарел. Эта школа называется Афониада. Афониада Афониада на саарел, и саарел. Ну а если, опять же, возвращаясь к православной педагогике, то принципы православной педагогики были сформулированы как раз протеерием профессором Василием Зиньковским. И я сейчас немножечко их поясню, но могу сказать, что сравнительный анализ как раз православной инсекарской педагогики был, в общем-то, сделан моим докторантом от сом Дмитрием Кониковым. У нас в нем есть совместная работа, у нас косравнение именно православной и космодернистской педагоги в наших книгах. Частично это есть в этих книгах. И ага сиин, мея элмисес рамактус, он тэма докторанди и са... докторит, и куста въэрртлев и педагогикат и кустаft и куста и кустаф и кустаф и кустаф Ирмисес Принцип Православные педагогики сформулированы отцом-пратереем профессором Василием Зинковским. Мы с вами сошли на саляю, то есть педагогикой, у нас там формулирование профессора Иса Василия Зинковского. Первый принцип вполне естественный. Василий Зинковский предлагает использовать все наилучшие достижения, как религиозные, так и логические или светские педагогики. У меня есть многое, 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 где профессора Къюветна осталась в Париисе, что он несет ни в религиозных, и психологических, и все, как все, как в том числе, и все, которые были удачными, которые были готовы. Второе, в принципе, мы говорим, что, что светская педагогика при всём своём богатстве отвергает участие Высшего мира в развитии человечества. И тем самым, так как она основана на философии просвещения, она не может дать полную систему воспитания и не может помочь детям пройти хоть жизнь, крепость и силе за прием в общество. Потому что мы должны готовить детей и земной, и личной жизни. И тем самым, так как она не может дать любви когикам, она не может дать любви когикам. Третий принцип заключается в том, что духовное начало в человеке не только невыводимо из природной эволюции, но в своей сущности свидетельствует о том, что оно связано с абсолютным. То есть воспитание не может вестись без учёта духовной природы человека, которая связана с Богом. И вот это тоже относится к его третьему принципу. Он пишет о том, что невозможно мыслить взаимоотношения духа и эмпирии. Эмпирия – это всё, что относится к опытному, то есть физическому миру. Так вот, невозможно мыслить взаимоотношения духа и эмпирии в человеке отделимыми друг от друга. И поэтому антропология развития Штейнера, как раз я потом ещё скажу об этом, ну вот я уже упомянула Штейнера, когда говорила о Рубиконе в 39 лет. Так вот, антропология, развитая Штейнером, отвергает, то есть антропология христианская, отвергает антропологию, развитую Штейнером, и отвергает возможность перевоплощения. Потому что Штейнера, если вы глубоко этим занимались, с вопросами вальтовских школ, вы знаете, что Штейнер, основоположник этих школ, он всё строил на идею перевоплощения. Ну, в общем-то, как вот говорит тот же Лоский, его идеи были достаточно примитивными. И то, что часть вальтовская школы многими взяты на флаг, и её идеи как-то так несут, но это как-то как минимум странно, потому что это свидетельство о том, что люди глубоко не углублялись в то, о чём же говорит родоначальник этих школ. И так, ещё раз, я понимаю, что ты много сказала, ещё раз. Значит, обязательно империя должна быть пронизана, и всё воспитание вестью о Боге. И вот физический мир, физический, неотделим от духовного, потому что в физическом мире как бы проявляется духовный начал. И поэтому вот перевоплощение, которое Штейнер спостулирует, оно невозможно для человека. И так, что главный принцип, как в этом году, И вот образ Божий, четвёртый же принцип, образ Божий в человеке не есть его природа, но он входит в его природу и даёт ей то начало личности, которого в тварном человеке вне человека нет. То есть личность только человек, мир. И даётся личностная природа человеку именно тем, что он является образом Божьим. И эта соотнесённость всей жизни человека к его духовному началу, к его сердцу рождает в лоне духовного самовидения эмпирическое сознание, создаёт возможность проявления эмпирического центра личности. То есть личность, она даётся человеку Богом, и только человеку даётся. А проявляется это личность? Ну, естественно, вот опыти, так сказать, его жизни физическому. И вот, это тоже, к этому человеку, кем-то паатнуисец. Зиньковский пишет о воспитании свободы в человеке. Он пишет о том, что свобода человека — это тайна возможности творческого ее раскрытия лишь при пребывании в лицах и лишь при жизни в год. Вне этого свобода является не творческой силой, а наоборот источником хаоса и бесконечной петенциозности. Так метров свободы становится возможным грехом. Да, ещё один главный мальчик, педагогикахам вагадус. Зиньковский горжи, когда человек со сцзаком или как-то наобное время, с кем они в vivir, то есть обычные мальчики, которые находятся в сфере оформления. И если человек в оформлениях и в таком произойдут van, Я понимаю, что сама вопаду, сон, каоса и патту, аликакс, это новое время, сон, куликаритет. Пятый принцип. Христианское учение о первородном грехе походит на доктрине мистической единосущности личности, совсем человеческой. То есть первородный грех, наличие этого греха означает, что мы мистически связаны с Адамом. Если бы не было единосущего человечества, тогда бы мы на себя только и отвечали. А тут на каждом нас лежит печать этого первородного греха. И духовная жизнь после грехопадения несет на себе время раздвоения. Она, естественно, ищет Бога, с одной стороны, с другой стороны, естественно, уходит этим Богом. И поэтому говорит, что человек естественными своими силами, вот как Штайнер, вот он много раз перевоплощается человеком, и, в конце концов, естественно, Мурсом заходит до Бога. Вот христианская антропология утверждает, что этого быть не может в принципе, потому что естественных сил человек не хватит. Потому что в нем естественных сил человек не хватит. Играя имена, олесе эсмалуодат Адама, Играя имена, олесе эсмалуодат Адама. 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 Духовная жизнь требует спасения в благодатном преображении естественного Бога. И спасение возможно лишь при благодатной помощи Божьей. В помощи Божьей мы не можем фактически воспитать человека, но не можем. Играя имена, олесе эсмалу, Играя имена, олесе эсмалуодат Адама. 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 Игра 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 имена, олесе эсмалуодат Адама. Седьмой принцип. Соборность фактически является моделью общения людей друг с другом. Но отец Василий предлагает разделять соборность человечества вне Бога. Потому что такая соборность не в состоянии использовать себя силу греха, силу разделения и вражды. Как в отдельном человеке, так и во всем человечестве. И благодатная соборность, которая возможна, она дана только в церкви. И этим полагается основа для религиозного углубленного понимания воспитания, как церковления личности, чьей жизнь и церкви. Игра имена, олесе эсмалуодат Адама. 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 Восьмой принцип такой, что именно православная догматика способствовала свободно от ошибок. И поэтому только в рамках православной антропологии по-настоящему можно построить соборность. Девятый принцип. Цель воспитания в свете православия есть помощь детям в освобождении от власти греха через благодатное восполнение необходимой церкви. И духовная жизнь нуждается в эмпирическом развитии как о последствующем начале. Хотя и не развивается эмпирическая сфера. То есть, понимаете, человек, он все-таки совокупность духовного и физического. И вот фактически через физический мир вот это духовное начало упосредуется и, ну, как бы, получает жизнь. И нельзя оторвать одного от другого, но, безусловно, благодатные силы для, так сказать, изменения физического начала даются человеку именно в таинском церкви. Я чувствую, что трудно как-то все это воспринимать. Трудно помнить, когда вот это все. Не знаю, имеет ли смысл дальше мне все это перечислить, потому что я уже чувствую... Может быть, вопросы сейчас? Нет, я просто думаю, что может быть мне все-таки рассказывать уже не так детально о Зиньковском, но я просто чувствую, что аудитория немножко внутренняя сжалась и не воспринимает. Или что-то? Как вы думаете, что это разу и возвращаться, как вы можете выбрать тельку или говорить? Вы хотите спросить, что это? Нет, нет нет. Какhan есть принципы? Ну, вообще,大丈夫. Принципы в одной иной культуре, когда вы думаете, что это для мозга, или я верно? Нет, да. Ну, в общем, я могу тогда, может быть, резюмирую просто смысл этих принципов. Ну, я просто, знаете, не имеет смысла говорить, когда люди уже внутренне заснули, спасовали и уже не готовы бороться за познание. И как ли вы? Переспределить. Просто переспределить, попределить. Все-таки излагать принципы, да? С примерами можно? Телне думает, что мы можем сделать его. Мы не будем ткать. Сморстки и другу связи. В ситуации? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...